Откуда берутся дети этот вопрос ребенок непременно задаст и если одни родители как правило уходят от ответа то другие обрушивают максимальное количество информации на ребенка как найти золотую середину об этом поговорим сегодня с нашим экспертом ведущей программы мамины школа Олеси Новикова Олеси привет привет ну Олесь вот в принципе ответ родителей должен ли зависеть от возраста ребенка стоит ли рассказывать историю там про аиста капусту или ребенка купленного в магазине про аиста капусту ребенка купленного в магазине рассказывать не стоит потому что это дает ребенку неправильное представление если ребенку 3-4 года вот что ты спросила про возраст в какой-то момент он вдруг начинает понимать что раньше его не было и в этом возрасте ему единственное что надо это понять что он произошел от своих родителей то есть Технической стороной вопроса он пока не интересуется, поэтому рассказывать об этом и не стоит Ну а какими лучше словами об этом ребенку рассказать? В этом же возрасте и вообще в дошкольном возрасте ребенку единственное, что нужно понять, что дети рождаются от любви Можно рассказать историю о том, что мама и папа встретились, полюбили друг друга и захотели, чтобы у них родился малыш Папина клеточка соединилась с маминой и в мамином животике начал расти ребенок Сначала ему в животике было хорошо, тепло и уютно, он там плавал и видел сны, но когда подрост уже и ему стало сложно там помещаться, он появился на свет В этом возрасте этого рассказа ребенку будет достаточно Ну на самом деле отличная история, но ребенок подрастает и наверняка, я думаю, он вернется к этому вопросу лет в 6, в 5, может быть даже в школьном возрасте Такая же история должна быть Скорее всего, в этом возрасте он снова вернется к этому вопросу и ту же самую историю можно просто дополнить уже какими-то научными фактами Например, показать это на примере животных, рассказать, что птицы откладывают яйца, рыбы несут икру, кенгуру вынашивает малыша в своей сумке Все это подтолкнет ребенка к пониманию того, как же это на самом деле все происходит, то есть не придется какие-то конкретные нюансы рассказывать Также можно показать ребенку строение человеческого тела с помощью каких-то книжек и иллюстраций Есть специальные детские книги, они так и называются, много авторов пишут на эту тему, мама, откуда я взялся Единственное, что стоит критично подходить к выбору этой литературы Перед тем, как купить ее ребенку, желательно пролистать самому и понять, действительно ли достойными словами все это написано И если в этой книжке схематичные иллюстрации строения тела человека, то эта книжка идеальная для того, чтобы подкрепить иллюстрациями этот рассказ Ну а если вдруг ребенок не спрашивает, не задает никаких вопросов, можно вздохнуть с облегчением? Нет, на самом деле лучше все-таки с ребенком эту тему поднять, можно его просто прямо спросить Ты вообще в курсе, как ты появился на свет? И если он будет говорить, опять же, о аистах и детях, купленных в магазине и найденных в капусте Прямо так переспросить, ты действительно в это веришь? Если вы видите, что ребенок заинтересовался этой темой, то значит как раз этот самый момент, когда стоит рассказать все, как есть на самом деле и пришел Если ребенок не проявил никакого интереса, то лучше этот разговор отложить попозже, когда время хорошее придет Но вот отложить попозже, мама и папа очень часто стесняются говорить на эту тему Может быть лучше пусть кто-то другой об этом расскажет? Нет, лучше на эту тему пусть все-таки поговорят с ребенком родители Потому что ребенок все равно узнает ответ на этот вопрос, но лучше проконтролировать это взрослыми На самом деле ребенок очень здорово считывает эмоциональное состояние мамы И если мама при том, когда ребенок начинает задавать такие вопросы, начинает нервничать, сердиться То он вдруг начинает чувствовать, что это что-то запретное, грязное даже И во взрослом состоянии такие вещи могут потом вылиться в не очень хорошие последствия Тут совет простой Ребенок задал вопрос «Мама, откуда я взялся?» Обычным будничным голосом, без всякого стеснения, краснения, без всяких бегающих глаз и поиска поддержки папы Просто отвечаем быстро и лаконично Если ребенок не требует, то тему эту развивать не стоит Ну что ж, Олей, спасибо за очень нужные советы, скажем так, в этом вопросе И до новых встреч, увидимся в нашей рубрике Спасибо, Таня, до новых встреч Ну, а все родители, не переключайтесь ни в коем случае Прямо сейчас вас ждет отличная идея, как сделать пальчиковый театр на скорую руку Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!